Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Сейчас вот собираюсь по всяким делам. Ночь не спала, проснулась очень поздно, поэтому скорее ждала 10 часов, пока откроется Икея, все магазины. Мне надо перед отъездом в Москву кучу всего разного интересного купить, снять для вас кучу видео, чтобы потом могла спокойно выкладывать и радовать вас интересными вещами. Что хотела рассказать сейчас, пока греется машина? Что-то в голове у меня такой вопрос. Я сейчас смотрела недавно видео и захотела тоже снять подобную тему. Что же нравится мужчинам в девушках? Только мой, других не знаю, ты будешь только мой. На мой взгляд, с точки зрения моего опыта. И что же я могу выделить, дорогие мои девочки? Первое, если, допустим, ко мне бы попалась какая-нибудь девочка, стала моей подружкой или какой-то знакомой, которой нужна помощь, первое, что бы я сказала, это привести в порядок свою внешность. Конечно, легко говорить девушкам, которые худенькие, стройненькие, в силу того, что в 21 веке глянцевые журналы, мода, хотя, слава богу, сейчас от этого отходят. Я совершенно за, когда берут в моделей девушек, не таких худых, прямо костлявых, а немножко полноватых, потому что я сама очень люблю девушек, таких в теле, которые, да, обращая на них внимание, конечно, харизма, внешность. Я больше говорю не о том, что прям человек там полный или худой, или еще что-то, я говорю об ухоженности девушки. Девушка должна быть ухоженная, по ней должно быть видно, что она следит за собой, она должна пахнуть красиво, у нее должен быть красивый макияж, у нее должно быть ухоженное лицо, у нее должны быть всегда чистые волосы ухоженные. У нее всегда рот должен быть в порядке, то есть за зубами, да, там смотреть. Во всяком случае, если она, допустим, полненькая, она должна быть подтянутая, чтобы вот не дребезжало все, да, там вот этот целлюлит и так далее. То есть в тонусе должна быть. И первое, чем бы я занялась у девушки такой, да, которая там, может, не уверена где-то в себе, это внешность, чтобы она смотрела на себя в зеркало и любила сама себя, чтобы ей делали комплименты, чтобы она нравилась, вот эту вот уверенность в себе нарабатывала. То есть первая внешность, потому что мужчины первые оценят внешность, встречают по одежке, тут уж никуда не деться, девчонки, мы сами с вами такие встречаем по одежке, да, там часы, обувь, и в чем одет, что за костюм и так далее, на чем едет. Так что от этого никуда не деться. Первое, чтобы я бы видела, это внешность. Второй момент. Второй момент, конечно, нам уже нужно брать общением своим. Во-первых, на первых свиданиях не нужно тараторить, как сумасшедшая, да, и говорить только о себе. Вообще, девчонки, скажу вам на заметку, такую вещь, как психолог, да, как человек с большим опытом общения и с правильными друзьями со мной вокруг, я скажу вам так, что все люди любят разговаривать о себе, даже если они закрыты и не хотят об этом говорить. Мы очень эгоистичны, эгоцентричны, и мы любим, любим все внимание на нас. Мы только о себе думаем в этой жизни больше всего. Но поэтому, и каждый так, понимаете, поэтому, когда на вас обращают внимание, задают вам вопросы, интересуются вашей жизнью, это всегда интересно. Поэтому я бы, девушки, на первом свидании, там, да, или при общении с любым вообще человеком, даже не важно, мужчина это или женщина, но мы говорим о мужчине, значит, это в особенности мужчины, уделяйте больше внимания, интересуйтесь им, задавайте вопросы. Ну, не так, что прям вы влюблены, да, вот так вот прям пристально. Ну, просто, просто интересуйтесь человеком, да, вот, а что, а это, а там, вот, отношения, да. Ну, естественно, пока человек не скажет стоп, и вы не увидите, что есть тема, на которую он не хочет разговаривать. Но интересуйтесь, это все любят, даже если будут смущаться. Обратите как-нибудь внимание, когда вы зададите вопрос, и человек скажет, я не хочу об этом говорить, и вы не начнете об этом говорить, он рано или поздно расскажет вам об этом сам, как бы ни взначай, как бы я не хочу говорить, но я расскажу. вот поэтому люди любят говорить о себе поменьше говорите о себе произведите впечатление именно вот таким таким моментом второй момент люди мужчины не любят навязчивых женщин да будьте не так навязчивы то есть будьте немного такие немного непреклонные неприступные загадочные то есть не рассказывайте человеку все себе да больше интересуетесь о нем и не отдавайтесь сразу мужчине да во все как бы да и физически и умственно будьте такой недоступной немного недоступной всегда будьте сомневающиеся настороженной внимательные замечающий что-либо да то есть вы пусть человек старается на вас произвести впечатление да как-то а вы вот именно до задайте вопросы смотрите где-то думаете прежде чем что-либо сказать что касается еще мужчины не любят никогда то есть они любят таких независимых достаточно женщин но не в том смысле независимых что прям независимо от него полностью наоборот мужчины где-то любят женщину да там вот баловать но чувство чувствовать что она зависима от него в каком-то плане да но в то не в том плане что независимо настолько что он может делать все что угодно и она никуда не денется вот этого не должно быть то есть как бы вам сказать должны сочетаться две такие вещи да что мужчина понимает что он для вас очень нужны очень важные он делает что-то для вас да например как там вот покупает там одежду например да там оплачивает квартиру вы ему очень благодарны за этому к примеру да я говорю вот по материальной стороне обеспечение такое идет вы мочим благодарны за это но при этом нет такого что вы не сможете без этого если мужчина почувствует что вы сможете что вы не сможете без него да и что он для вас вообще все и бог и мужчина и сын и отец и все на свете то поверьте человек начнет наступать на голову рано или поздно в большинстве случаев 90 процентов я не говорю что все мужчины такие но большинство поэтому здесь вот это вот грани понимаете да то есть вы не должны зависеть от мужчины то есть если вам что-то не нравится не проглатывайте это всегда говорите об этом разговаривайте и что еще могу сказать что мужчинам нравится достаточно открытые и уверенные в себе женщины в принципе что здесь еще скажешь нравится когда они нравятся мужчинам для этого они должны быть красивые естественно улыбчивые и знающие себе цену в принципе я ничего такого больше не скажу более да то есть если женщина уверенная в себе пахнет и не боится перемен каких-то то этот мужчина будет всегда с ней всегда будет интересоваться а еще если он она интересуется им то все будет замечательно надеюсь мои советы были вам полезны ставьте лайк если что-то интересное для себя услышали или про или просто со но и согласны подписывайтесь на канал с вами была селена своей будьте любимы и будьте счастливы пусть мужчины бросаются к вашим ногам пока пока